Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и сегодня мы с вами продолжаем нашу карьеру за игрока в FC24, наш аргентинский нападающий в Дортмундской Боруссии Луис Агиро. Ну что же, начинаем мы сегодняшний выпуск с матча Бундеслиги, восьмой тур, и в рамках как раз этого тура Дортмундская Боруссия принимает Санкт-Паули у себя дома, и по первым минутам видно, что, во-первых, Кобеля, основного вратаря у Боруссии, решили сделать ротацию вот в таком матче, казалось бы, против команды слабой, который идет в нише, вроде бы, части турнирной таблицы, но по итогу оборона-то неплохо держалась, вот, но и нападение ничего особо-то и не показывало в лице как раз Луиса Агиро. Вот Эггештайн, удар на 62-й минуте, который и вывел вперед гостевую команду. Дальше вот такие вот раскаты пошли, и прямо во вратаря пробивает Луис Агиро. Ну вот, возможно, один из тех моментов, который стоил бы победы в этом матче, но в итоге через пару минут Луис Агиро исправляется, дает голевую передачу, вот в таком еще интересном стиле получилось забить в подкате. Исполнил этот удар игрок Дорнольдской Борусии. В итоге голкипер Борусии справлялся-справлялся, но очередной удар Эггештайна за пару минут до конца основного времени матча. И Эггештайн забивает дубль. Здесь был, конечно, интересный момент. Агиро дал хорошую передачу, но завершить эту атаку не получилось. И в итоге домашнее поражение в чемпионате. А вот так вот выглядит группа в Лиге Чемпионов. И сегодня Дорнольдская Борусия также снова сыграет дома. Но вот теперь уже не в Бундеслиге, а в Лиге Чемпионов против ПСВ. Понятно, что Манчестер Сити боевая очень команда, против которой трудно конкурировать где-либо. Особенно вот даже на стадии группового этапа. Ладно, там уж в плей-офф можно что-нибудь придумать. Но в группе действительно тяжело. Команда чаще всего показывает 100% результаты по победам. 6 матчей, 6 побед. Ну и вот мы видим, как один из конкурентов Борусии по группе в Лиге Чемпионов ПСВ забивает гол. Ну и вот он, гром среди ясного неба. Но у Луиса Гиро ничего не получается. Ну, по крайней мере, за час игры в Лиге Чемпионов, домашней игры против голландского ПСВ. И вот если, продолжая разговор про Манчестер Сити, конкурировать в группе с ними трудно, то вот как раз с другими командами, ну, нужно выигрывать. Но, похоже, что уже не в этой игре. ПСВ увеличивает свое преимущество в концовке, также за пару минут до конца. Еще и Ервин Калазана забил. И в итоге уверенная выездная победа еще ни одного мяча не получилась забить Дорнутсом дома. Вот это вот действительно, да. Еще и Луис Агиро вот уходит действительно без результативного действия в этой игре. Ну что же, все мысли уже о следующем матче. Это Вольсбург, девятый тур Бундеслиги. Одиннадцатая минута, подача и гол. Вот так вот разыграли угловой. Здесь даже не розыгрыш, а просто хорошая подача. Домашняя, скорее всего. Заготовка. И получается открыть счет. Еще одна атака. И здесь уже получилось. Защитником накрыть этот удар. А вот второй угловой, мне кажется, даже подряд. И забивает Вольсбург. Именно с подачи угловых. Очень хорошо, наверное, поработали над стандартными положениями. Ну и Барусия. Пока что действительно очень скомканно выглядит. В сегодняшнем выпуске. Но Луис Агири вот так вот, с правой нерабочей ноги. На тридцатой минуте. Забивает дальним ударом. Вроде бы из-за пределов штрафной. Сейчас мы еще раз посмотрим. Ну, практически, да, там на линии было. Вот. Уменьшает преимущество Вольсбурга. И здесь вот получается уйти от опеки Баку. И в итоге камбэк. Ну, понятно, что не ведут еще все эти игроки. А Баруси, на любом случае, получилось, в частности, Луису Агире отставание отыграть. Два забитых мяча еще и в первом тайме. И вот мы уже видим моменты второго тайма. Луис Агире забивает три мяча. Хэт-трик в матче чемпионата Германии. У нового игрока этой команды. Но, мне кажется, хоть он и перешел пару месяцев назад в эту команду, то уже действительно, ну, такой вот авторитет. Точно у этого парня в раздевалке есть. Ведет за собой вперед команду. Так что, возможно, вот этот успех, который был у Луису Агире в прошлом сезоне в Салернитане, это действительно не какая-то случайность. Действительно, это показатель мастерства. И вот еще один хороший момент был. Но реализовать его не получилось. Кастельс отлично сыграл в этом моменте. Выходя один на один. И отражает очередной вот удар от Луиса Агире. Но здесь уже не получилось. Вторая попытка с углового. И вот Агире отомстил за два забитых угловых Вольфбургом в первом тайме. Своим, уже четвертым мячом в этом матче. Вот как раз зафиналил все это голом именно с подачи с углового. А Луис Агире получал много игрового времени в последних матчах. И решил попросить отдохнуть. Тут и 10 минут как раз оставалось. Уже разница в два мяча и победа 4-2. Обладателем золотого мяча 2024 года, кстати, стал Хавьер Мунес. Наш любимый игрок из FIFA 22. Ну а молодым игроком 2024 года признан товарищ из Мадридского Реала. Но у Агире другая награда. Стал лучшим игроком октября. И вот Кейль. Команда, которая идет на седьмом месте в второй Бундеслиге. Именно с этой командой Дортмундская Боруссия будет встречаться на стадии 1-8 Кубка Германии. Игровые, зная, поэтому на радость болельщикам Келя приезжает вот такая вот именитая команда. Дортмундская Боруссия. Понятно, что, ну, как-то неважно выступает она в сегодняшнем выпуске. Поражение в чемпионате Германии, поражение в Лиге чемпионов. Ну вот вроде бы как-то получилось переиграть в Ольсбург, хотя тоже начали неважно. Ну и вот, уже на первых минутах Агире забивает мяч в Кубке Германии. Здесь никто абсолютно и не встречал. И аккуратно просто получилось переиграть вратаря. Очередная атака Дортмундской Боруссии. Агире хороший пас, удар и гол. Вот так вот, 17-я минута матча. Агире, видите, в этом моменте очень долго, действительно, казалось бы, уже заигрался с мячом. Не отдавал никому, а в итоге личная голевая передача на дальнюю получилась. Главное, что получилось, а вот здесь еще и подача на Нико Шлоттербека. Получилось Дортмунду забить очередной гол в этом матче. Счет уже 3-0 в пользу гостевой команды. Такой еще опасный был момент от нашего нападающего под 10 номером. Угловой за угловым. Подача за подачей на Луиса Агира. Но вот на следующую подачу снова решили подать наш Лоттербека. И у него дубль уже в этой встрече. 31-я минута, если я не ошибаюсь, счет уже. 4-0. Поэтому, в принципе, мне кажется, все здесь понятно. Команда из второй Бундеслиги. Ну вот, не чита Боруссии Дональд. Еще и вот такой шикарный гол с левой ноги. Если не ошибаюсь, даже тут от перекладины всадил этот мяч Луиса Агиры. И получается на данный момент у Луиса Агиры два забитых мяча в этом матче. И также голевая передача. Ну, игроки уже Боруссии без участия Агиры решили дальше вот играть. И счет очень разгромный. Счет 6-0. Если я действительно уже ничего не путаю. Вот. И на второй тайм вместо Луиса Агиры решил тренер выпустить Себастьяна Алера. Тоже посмотреть, что он на себя представляет. Вот у Лоттербека вот здесь еще опасный был момент, но не получилось его реализовать. Алер. Вот здесь, казалось бы, забил гол. Но по итогу, если мне вот не изменяет память, в протоколе этот гол записан как автогол. Вот так вот. Счет уже 7-0. Еще одна атака. Алер. Хороший был момент. И в итоге, да, Боруссия добивается разгромнейшей победы на выезде в 1-8 кубка Германии. Ну и вот в чемпионате-то сейчас идут на 7-м месте. Встречаются против Фрайбурга, которые идут на 13-м месте. Посмотрим, получится ли вернуть вот это вот заветное место, наверное, все-таки в Лиге чемпионов. И вот так вот, на 25-й минуте Луис Агире отправляет мяч в ворота Фрайбурга ударом через себя. Ну, наверное, будет уж точно номинирован этот гол на один из лучших голов сезона в Бундеслиге, а может быть и на премию Пушкаша. Почему бы и нет, действительно. Но, понятно, гол через себя, хоть и близкая дистанция, в любом случае, ну, интересный такой. И понятно, что этот гол не злато на такого-то Ибрагимовича в матче Швеция-Англия. Но, в любом случае, момент опасный и реализовал. А вот и Фрайбург также реализовал свой момент. Аккуратненько в уголок получилось забить. Но Агире пытается, пытается вернуть вперед Баруси Дорманд. Но в концовке первого тайма Фрайбург по итогу-то еще и выходит вперед. Пока что для Фрайбурга это волевая победа. Проигрывали по ходу встречи. Они его два мяча удалось забить еще и в первом тайме. Посмотрим, как будет действовать Дормандская Баруси по итогам кончания игры. Вот Даниэл Малин забивает с голевой от Бранта. И счет уже 2-2. 76-ая минута. Подача от Малина. И какой удар от Луиса Агира. Вы не смотрите, что у нашего нападающего низкий рост. В любом случае, много, очень много голов Агиры и за Баруси уже забил. За Салернитану с подачей угловых. И, как мы видим, здесь тоже неплохо. Раскатали всю эту атаку. И шикарный удар в противоход вратарю Луиса Агира. Еще и плюс голевую передачу оформляет на свой счет наш игрок. По итогу все. Победа 4-2. Дубль плюс голевая передача в этом матче. Всего лишь три игрока отметились в этой встрече. Григорьевич, Малин и Агиры. Вот так вот. Дали нам три очка навыка. Мы решили все вложить в финты. Хоть и не особо мы умеем ими пользоваться, но дай бог пригодятся в каком-либо будущем матче. А у нас четвертый тур Лиги Чемпионов. И он традиционно зеркалит матч третьего тура. То есть, команды, которые сейчас в третьем туре будут играть в четвертом. И вот теперь уже Борусия приехала в гости к ПСВ. Хорошо, атакующие начали эту встречу. Но вот атака за ПСВ. Хоть и Кобель, кстати, на воротах. Важная игра. Но вот здесь, смотрите. Не получилось как-то организованно действовать в обороне. И в итоге ПСВ уже получается три мяча подряд. Забивает Боруси Дорхмунд в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Но это действительно не дело. Так играть не нужно. А вот такая интересная подача. Хороший удар, но положение вне игры зафиксировал арбитр. Давайте еще раз посмотрим. Но это примерно вот в стиле Ромео Лукаку на чемпионате Европы. Буцей вот так вот. Был ближе Луиса Гиры, нежели чем последний защитник ПСВ. Концовка. Концовка первого тайма. Луиса Гиры получает мяч. Ромалио за ним не успевает. Удар. И это первый, кстати, гол Дорхмундской Боруси в ворота ПСВ. В принципе, в этом розыгрыше Лиги Чемпионов ни одного мяча не получилось забить. Я напомню, дома. Вот Агиры отмечается результативным действием против голландской команды. Здесь у нас идет уже атака от ПСВ. И Лозано постелил как надо. Давайте еще раз посмотрим в повторе этот момент. Действительно, аккуратненько. Низом. И ПСВ снова во втором матче подряд забивает по два мяча в ворота Боруси. Агиры на ложном убирает. Удар. Дубль. Записывает на свой счет Луиса Агиры в этом матче. 76-ая минута. Возвращает Борусию в игру. Потому что, ну действительно, конкурентом за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, и если не Манчестер-Сити, так ПСВ, скорее всего, будет являться. Особенно после проигранной игры в Дортмунде. Еще вот такая вот подача. Агиры, казалось бы, сбрасывал. Я, кстати, вот честно вам признаюсь, не знаю, голливая это от Агиры или нет. Вроде как там было подписано, что Агиры. Но в итоге 3-2 забивает Борусия очередной мяч. И здесь еще и Малин. Ну, по секрету вам скажу. Устанавливает окончательный счет в этом матче. Борусия отквиталась за поражение дома. Вот тоже с разницей в два мяча. По итогу вот победа. 4-2. У Агиры дубль плюс голевая передача в этой игре. Поэтому концовка Лиги Чемпионов будет очень интересна. Вот сейчас на пятой строчке Дортмундская Борусия. В четвертьфинале Кубка Германии сыграет с Лейпцигом. Ну и посмотрим на группу в Лиге Чемпионов. Занимает, да, вот второе место. Делят второе место с ПСВ, но лучше разница мячей. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка, если что, есть в описании под этим видео. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok